Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я приветствую вас от самых важных ворот Иерусалима. За моей спиной те самые золотые ворота, которыми Господь, наш Спаситель, входил в Иерусалим перед своими крестными страданиями. Конечно же, эти ворота были построены чуть позже, примерно в VI веке, но стоят они на том самом древнем фундаменте. Посмотрите, как интересно, ворота эти заложены. Заложили их мусульмане. Говорят, что впервые заложил султан Саладин в XIII веке. Причиной этому послужило древнее пророчество о том, что именно через эти ворота придет обещанный царь-мессия, который сядет в Иерусалиме и будет царем не только над городом Иерусалимом, но и над всем миром. И, конечно же, мусульмане в наивности полагали, что если ворота заложить, то можно будет предотвратить это событие. Откуда же взялось это древнее пророчество, которому верят сегодня и евреи, и мусульмане? Ну и, конечно, мы с вами тоже знаем, что это именно так и будет. Взялось это из книги пророка Иезекииля. Когда пророк Иезекииль находился с еврейским народом в Вавилонском плену, однажды Господь Духом восхитил его и привел его в Иерусалим. И ангел Божий показал ему, какой будет Иерусалим, когда слава Божия опять воцарится в нем. Показал им Иерусалим времен после Второго пришествия. Тот самый вечный святой город Иерусалим, который спустится с неба после Страшного суда, после Второго пришествия Спасителя. Мы читаем об этих событиях с вами и в Апокалипсисе, и, конечно же, у Даниила пророка. Но вот у Иезекииля есть удивительные строчки, которые относятся именно к этим воротам. И я хочу вам их сейчас прочитать, находясь здесь. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня. И сказал мне, сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святаго имени моего. Ни они, ни цари их блужением своим и трупами царей своих на высотах их». Потом пророк видел, как слава Господня покинула храм теми же воротами. «После того, как ангел показал пороку Изякиилю храм и святилище храма, он привел его обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток. И вот они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Действительно, не случайно, и сейчас, наверное, Господь оставляет эти ворота закрытыми до времени. Кто же знает, как, при каких обстоятельствах будут они открыты вновь. Но знаем мы с вами точно из древних пророчеств, что второе пришествие Господа будет здесь, в Ассофатовой долине, как раз между восточной стеной Иерусалима с золотыми воротами и горой Илеон, и что в эти ворота и войдет долгожданный наш Спаситель, Царь, Мессия, как называют его иудеи и мусульмане. На золотые ворота лучше смотреть немного издалека. Тогда можно легко представить себе тот мост, который соединял золотые ворота с Илеонской горой во времена Господа Спасителя. Мост этот был трехэтажным, и ходили по нему только священники. Золотые ворота были закрыты для простых жителей Иерусалима. Священники выходили из них раз в год на особый судный день, когда приносилась жертва за очищение всего народа. И вот эта жертва за грехи людей приносилась как раз на Илеонской горе. Красную корову закалывали, ее пепел смешивали с водой и окропляли им народ. Это был прообраз жертвы нашего Спасителя. И от этого строчки 50-го псалма царя Давида. «Окрапиши мя иссопом и очищуся». Ну, а пока ворота остаются закрытыми, и никто, ни один человек не может в них войти. Даже подойти к воротам близко, в общем-то, очень непросто. И часто бывают всевозможные сложности. Поскольку находятся эти ворота, как вы видите, на мусульманском кладбище. Кладбище это мусульмане устроили, как говорят, в VIII веке. И устроили его нарочно. По древним пророчествам царь Мессия будет священником по своему роду. А мы с вами прекрасно знаем, что Господь наш первосвященник по чину Мельхиседекову. И вот для того, чтобы священник не мог подойти к воротам, а священникам по закону Моисеева ведь запрещено проходить через кладбище и прикасаться к умершему телу. Вот для этого и было устроено это кладбище под стенами старого города, под восточной стеной у золотых ворот. Ну, а войдет в эти ворота Господь наш Спаситель после страшного суда. Дай Бог, чтобы и мы с вами прошли это испытание огнем божественной любви, чтобы дела наши добрые устояли в этом огне, и смогли бы мы войти в полноту радости Господа нашего, который после страшного суда, как пишет апостол, будет все во всем. Воцарится в Иерусалиме, начнется новая эра, новый день творения, новая жизнь во Христе и со Христом. Ну вот на этом я хочу попрощаться с вами, мои дорогие. До скорых встреч на Святой Земле!